приветствуем всех кто нас сейчас видит смотрит и хочет готовить по новому у нас сегодня для вас очень простое блюдо и очень полезно брокколи будет такой салат у нас из брокколи то есть ну прям витамины одни его можно каждый день есть принципе очень сытный салатик получается вот сегодня мы и вам и расскажем как мы его делаем ну прежде чем мы начнем я хотел бы сказать что в россии мы не знали что такое брокколи мы это увидели здесь германии и поэтому когда приехали как-то особо так внимание на этот продукт не не обратили в общем то не сразу начали готовить потом как-то что-то услышали очень полезное соли там его варить на пару кто там немножко в воде там то есть не вот потом будет как-то салаты и салаты я стала как почему-то я сама не стала искать в интернете хотя вот сейчас думаю почему не искал не знаю стала пробовать сама и получался еле вроде как неплохо но для меня вот он как-то был суховат немножко и вот пробовал пробовала и пришла теперь вот к такому рецепту который мне понравился и главное в этом салате что я поняла брокколи не любят соль то есть как она уже видать достаточно самих брокколи соли поэтому когда вы солите нужно быть очень осторожно можно легко пересолить но зато они любят влагу то есть сами брокколи суховатые если вы сэкономите на сметане или это будет суховатыми такое вкусное но это все я вам сейчас объясню так что у нас сейчас входит в этот салат брокколи мы разобрали на соцветия ну там зависит зависит конечно какой там вилочек большой маленький это среди такой вилочек получился вот огурец нарезала мелко здесь целый огурец такой мелко кубики кубиками нарезала затем лук зеленый у нас зеленый лук мы его ну это я в любое где я добавляю зеленый лук в окрошку или еще куда я всегда его подсолю немножко и потолчу и тогда он такой сочный хорош какой-то ну и вкус совсем другой получается еще что у нас кукуруза ну здесь вот так довольно такая средняя баночка можно маленькую взять если кто кукурузу не очень любит здесь не обязательно много кукурузы можно поменьше этот раз у меня оказалась большая баночка и все кто в германии живет все знают вот эту приправу для салатов пользуемся вот это дель кройта ну я как-то больше всего этот этот кройтер беру потому что пахнет и если кислота там и пахнет так вот бель укропом ну и заправка у нас будет сметана вот и все здесь такого ничего особенного нету чего мы начнем вот еще хотел бы вам сказать когда вы делаете салат и даже если вы вот решили небольшой такой салатик сделать берите всегда емкость какой-нибудь побольше сделайте салат размешайте и потом уже в салатницу там и будет совсем другой салат лук хорошо перемешан потому что я уже встречала такие вот решил вот такую пелушечку салата сделал нарезал 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 это в итоге она горка получается там никак не могут перемешать поэтому не ленитесь помоете еще ничего страшного с чего мы начнем мы значит начнем сначала сметану не знаю сколько уйдет потому что здесь надо смотреть суховатый не суховатый будет у нас вот эту баночку я возьму это смело да что она у нас и мы сразу сюда добавляем лук еще тут одна ложка я сегодня такая может быть не многословная я сегодня первый выходной наверное и выходной а отходной наверное немножко такая уставшая была и вроде как уже пора ролик снимать да поэтому выбрала салат чтобы на кухне сильно не возить но естественно мы что мы готовим не только на на камеру мы уже сготовили у нас на обед уже все 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 приготовили но не снимали так теперь вот этот кройтер добавляем здесь ну тоже по вкусу это как вы любите кислинка больше кислинка в общем я в принципе средний как положила так сейчас я перемешаю это все мы добавим ну скорее всего это будет это мало добавим еще вот такая вот так вот вот такое вот получается у нас я добавлю сразу сметану потому что я уже вижу что будет мало пол баночки еще вот так это где-то есть у нас здесь 200 да здесь 200 300 получается где-то 250 300 это точно нам в любом случае баночку нам надо теперь соль и так я уже сказала соль не очень много лучше потом чуть-чуть если будет маловато соли еще добавьте соль как всегда морская вот не никак ролик не сниму про соль уже спрашивали теперь сначала мы добавим огурцы потому что в общем то их тоже можно экстра немножко подсолить и перемешать чтобы они так ну ничего страшного потому что этот салат он сегодня сготовили завтра может осталось завтра спокойно доедайте он он даже еще вкуснее становится то есть не из тех салатов которые поставить немножко уже можно выкидывать если что-то осталось этот нет этот любимый салат уже даже не знаю как сказать наших внучек и и амирочка у нас его назвала тоже босс бомба вот если они хотят салат бомба значит вот этот салат брокколи у нас внучки любят любят овощи и фрукты любят поэтому нам в этом плане прям легко они с удовольствием едят и если мы кормим их чем-то все время нарезаем обязательно перец помидор огурец то что есть вот теперь мы добавим сами брокколи сюда вот так и хорошо перемешаем ну конечно брокколи должны быть сочные и свежие желательно если вы решили этот салат сделать то купили хотя бы на следующий день уже сразу используйте а то он начнет желтеть и уже вот этой сочные вообще будет не сочные конечно уже вкус ну в принципе любой любое блюдо зависит от свежести продукта поэтому всегда за этим следите потому что я сама знаю что купишь хочешь что-то сготовить и потом вдруг что-то не получается или времени нету и лежит продукт один два и потом уже ты ну вот надо срочно и тогда уже начинаешь сочинять что из него приготовить это я кукурузу добавила в принципе сок с кукурузы здесь его я слила немножко ну кто любит такой пожиже чтобы салат не очень у меня сейчас как раз хорошо он получал получается не сухой не сухой совсем хороший салатик получился вот и я его вам покажу покажу и даже потом попробуем на соль потому что ему немного постоять надо вот такой салатик вот видите внушительная такая чашечка у нас получилась вот теперь мы его сюда уже салатницу положим много сейчас не буду потому что хочу на соль попробовать вот в принципе мне вот чуть-чуть соли надо а если наши внучки то они не очень соль любят им будет как раз я в принципе немного вообще соли добавлю и сюда и сюда все вот так готовки очень вкусные и быстрые салаты полезны и вообще им можно вот так вот просто даже следственно есть особенно кто диеты делает худеть хочет сделать и такой салат я думаю вы не навредите своему здоровью решу ну и теперь хотелось бы сказать всем спасибо кто просматривает наши видео кому мы интересны кто ставит лайки кто не забывает про нас а кто забывает вспоминайте что мы еще есть здесь тоже и может быть что-нибудь для вас интересное покажем мы понимаем конечно что но не всем это интересно может кто-то брокколи вообще не любит или еще что ну для тех кто любит то вот такой вот но новенький салатик учитесь по-новому пробуйте готовить я тоже все время учусь и буду учиться с вами если у кого-то есть свои рецепты интересные с брокколи пишите я с удовольствием это попробую поделюсь со всеми остальными ну а теперь хотелось бы сказать до скорых встреч любите друг друга жалейте друг друга берегите друг друга и вступайте друг другу это тоже очень важно и тогда будет у вас все хорошо до новых встреч пока 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 не